Разберем коротко с определенными тезисами, как нужно действовать в хронологическом порядке. Первое, второе, третье. Когда нужно защитить единственное жилье должника. Как правило, это касается темы субсидиарной ответственности по долгам юридического лица, директора компании и ее владельцев, в определенных случаях менеджмента. И касается это в том числе случаев личного банкротства. То есть банкротства гражданина, банкротства ИП. Касается тема вот этого. Перед тем, как начнем, скажу, что если вам нужна действительно качественная юридическая помощь, судебная, именно судебного профиля, вы можете смело обратиться, позвонив по номеру телефона, который указан под видео. И либо я лично, либо члены моей команды мы вам поможем. По крайней мере постараемся. Вникнуть в проблему и помочь с вариантами ее решения. Работаем мы как в городе Брянске, так и в городе Москва. Что касается судов арбитражных, по всей России. Независимо, как говорится, от вашей географии. Теперь непосредственно к делу. Первое. Необходимо быть должнику, прописанному, правильно говорить, зарегистрированному, в этой самой квартире, на которую пытаются обратить взыскание. Прописаться нужно задолго до подачи заявления о банкротстве, либо о привлечении к субсидиарной ответственности. Второе. Должник обязан иметь официальное место работы по адресу местонахождения жилой недвижимости. Третье. Должник обязан оплачивать коммуналку без каких-либо оговорок в полном объеме. Даже если у него, например, несколько долей в квартире и всего лишь там одна доля его, значит, если у других владельцев есть долги, он обязан платить и за них. Четвертое. Если недвижимость жилая была переоформлена на какое-либо другое лицо, скажу сразу, так делать не надо, но если сделали, то ни в коем случае не нужно оставаться прописанным в этой квартире, либо доме. Не надо жить там, по факту. У вас в соцсетях не должно быть никаких связей с этим жильем. Фоток, видео, прочего, прочего. Вы даже туда не должны заходить. Никогда. Пятое. Всякие садовые дома и прочее, прочее к жилой недвижимости не относятся. Поэтому, если вы живете в таком доме, озаботьтесь тем, чтобы перевести его в жилое, иначе заберут. И последнее. Может помочь брачный договор в определенных ситуациях. На этом все. Без лишней воды. Вот несколько позиций, которые могут не сдаться на старте, а помочь вам побороться за положительное для себя решение этой проблемы. Продолжение следует...